Елена Сергеевна, я вот обратила внимание, что у вас на сайте указаны возможности индивидуальных занятий со спортивным тренером. А мне интересно, а это сколько стоит? Это совершенно бесплатно. Естественно, для нашей молодежи. Да. Ничего себе. Я просто знаю, сколько стоит одна тренировка с фитнес-тренером. А у вас приходи, пожалуйста, занимайся спортом. Конечно. Молодежь имеет возможность заниматься спортом и консультироваться, получать занятия. Молодежь – это до скольки лет? 14-30. Вот о том, чем еще молодежь может бесплатно заниматься в Красногвардейском районе, мы поговорим сегодня. Это программа «Район и квартал». С вами Наталья Самуш и Антон Горнов. Здравствуйте. В первое воскресенье июня в парке «Малиновка» стартовал новый проект общерайонного масштаба «Интересное лето». Жители и гости Красногвардейского района принимали участие в работе интерактивных площадок, учились и показывали собственные знания, укрепляли здоровье и дух. Все лето на Ржевке ждут гостей, прежде всего юношей и девушек. И именно с этого проекта мы начнем наш сегодняшний разговор. Сегодня у нас в гостях Елена Сергеевна Берковченко, заместитель директора подросткового молодежного центра «Охты». Елена Сергеевна, здравствуйте. Ну вот расскажите, чем вы будете заманивать молодежь, чем будете их привлекать именно в этот проект, в парк «Малиновка». Мы придумали и разработали такой проект, как место притяжения, который плавно вошел в глобальный проект нашего района «Интересное лето». Мы решили сделать этим местом для нашей молодежи парк «Малиновка», потому что он близко расположен и к Дому молодежи, и обилие... И к самым оживленным. Да, и на самом деле у нас каждый выходной, суббота, воскресенье, предлагается совершенно разная программа. Это может быть в один из выходных рок-концерт, который могут посетить все желающие. А в другой выходной это может быть спортивное соревнование, спортивный, какой-то спортивный праздник. Далее это могут быть мастер-классы, это арт-терапия. Мы предлагаем заняться йогой молодым людям, которые могут, придя просто в парк в это время, уже зная заранее, естественно, о месте проведения и дате проведения, захватив с собой спортивную форму и участвовать в этом направлении. Это военно-патриотические выставки всевозможные. Это игра в бомбинтон. То есть все, что мы можем предложить на территории парковой зоны для молодых людей, чем они могут заняться, это как раз-таки все истекается в эти мероприятия, которые проходят каждый выходной. Елена Сергеевна, ну вот те желающие, кто придет все-таки в парк Малиновка для того, чтобы провести хорошее время, как это все будет происходить? То есть вот они приходят и уже ищут для себя что-то интересное, или вы заранее программу составляете, где-то на сайте у себя вывешиваете, туда, может быть, даже записываются семьи, вот эти вот юноши, девушки, братья и сестры, грубо говоря. Конечно, информация есть об этом, об этих мероприятиях и на сайте администрации, и на сайте нашего учреждения, в группах ВКонтакте, просто в группах, куда пойти в Санкт-Петербурге, вот их масса всевозможных в интернете, люди могут получить об этом информацию. Подождите, но в самом парке-то как-то оформлено место проведения мероприятия? У вас там, не знаю, загородочка сделана, охрана стоит, сцена, зрительный зал. Конечно, это либо сцена, либо интерактивная площадка, вокруг которой происходит все действие. Чаще всего это сцена, это музыка, это музыкальное сопровождение того или иного мероприятия, того или иного действия. Посидеть можно или на травке полежать, или стоять под дождем, под весом, под солнцем. Конечно, можно, можно и поучаствовать, не только смотреть, да, если это концертная программа, то, конечно, это... Нет, я сейчас про удобство для зрителей. А вот эти декорации, их убирать будут на неделю? Конечно, конечно, их убирают, выходные привозим, да. Ну, у нас есть мероприятия и среди недели, но выходные это постоянно. В общем, в парке Малиновка можно подышать свежим воздухом, а можно и принять участие в чем-то интересном. Продолжим наш разговор после выпуска новостей городских районов. Буквально на 4 минуты предоставляем слово нашим коллегам из службы информации. У жителей Крестовского острова осталось всего два дня на получение пропуска домой. Почти тысячу горожан срочно ждут в МФЦ. Получить пропуск можно в МФЦ на улице Красного Курсанта, 28. Комитет по законности принял решение продлить время его работы. В пятницу учреждение будет обслуживать посетителей с 9 утра и до 11 вечера. К сожалению, многие автовладельцы подали заявки буквально 2-3 дня назад. Поэтому наш комитет выделил дополнительных людей для того, чтобы максимально быстро рассмотреть оставшиеся заявки, чтобы обеспечить возможность все-таки получить пропуска всем, кто живет или работает на Крестовском острове и подал соответствующее заявление. Тем, кто еще не получил необходимый документ, стоит поторопиться. Свободный въезд на Крестовский закроется уже в субботу. В дни матчей Кубка Конфедерации 17, 22 и 24 июня, а также 2 июля, проехать туда можно будет только по пропуску. О том, что он оформлен, работники МФЦ оповещают жителей телефонным звонком или с помощью СМС-сообщения. Нужен ли городу стадион, который не нужен самому «Зениту»? Проект резервной футбольной арены во Фрунзенском районе дошел до стадии планировки. Землю для строительства резервной арены город выделил «Зениту» еще в 2014-м. Согласно проекту, на участке в 30 гектаров южнее устья Шушарского ручья возведут тренировочный комплекс с несколькими полями, гостиницу, баскетбольный центр и дворец тяжелой атлетики. Однако в начале июня новый гендиректор футбольного клуба Сергей Фурсенко заявил, что еще одна арена не входит в его планы. Петербургский «Зенит» не планирует строить для себя стадион в Купщино. Третьего стадиона у нас не будет. Если есть два и так, то зачем третий? Между тем, именно «Зенит» должен профинансировать почти все объекты. Планы на новую арену масштабные. Транспортные вопросы должна решить легкорельсовая дорога. А вокруг объекта чиновники хотят разбить парк. Это получается некая буферная зона между Балканской площадью и будущим стадионом, которая позволит при проведении каких-то матчей, потому что 20 тысяч зрителей, достаточно большое количество, которые могут посещать, подходить к данной территории. Ну, как, собственно говоря, Крестовский стадион, там же кругом буферная зона зеленая, поэтому здесь то же самое. Стоит отметить, несмотря на заявление гендиректора «Зенита», официально клуб от еще одного стадиона пока не отказался. Впрочем, в Комитете по градостроительству и архитектуре заверили, даже если отказ последует, очередной жилой комплекс на этом участке не появится. Земля предназначена только для спортивных сооружений. Строительные работы на объекте должны начаться не раньше 2019 года. Разработки студентов СФБГУ выйдут на рынок. Победители конкурса молодежных стартапов получили гранты на доработку своих изобретений. Первое место в конкурсе и грант в один миллион получила команда, разработавшая специальное покрытие для стен. Тонкая бактерицидная пленка не только мешает распространяться вредоносным микроорганизм, но и очищает воздух в обработанном помещении. Такая разработка, уверены ее авторы, найдет применение во многих социальных и промышленных учреждениях страны. В лабораторных условиях бактериальная активность мы довели до 100%. То есть мы высаживали колонии бактерий и через несколько часов под освещением ни одной живой бактерии на поверхности не оставалось. Также были проведены тестирования в реальных условиях. Мы красили двери в санузле. Уже в течение двух месяцев мы берем пробы, все пробы остаются абсолютно чистыми. Второе место и грант на 500 тысяч рублей присудили команде химиков и программистов. Разработанная ими система экспресс-тестирования может показать переизбыток или недостаток различных веществ в организме. За результатами не нужно идти к врачу. Достаточно специального приложения на телефоне. Авторы надеются, что увидеть их разработку на полках аптек горожане смогут уже через полтора года. На сегодня это еще не все новости. Сейчас возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Елена Сергеевна, давайте все-таки к подростковому молодежному центру Охта. Мы перед программой посмотрели, конечно, ваш сайт и удивились объему работы. Создается ощущение, что задействован не один десяток специалистов и самый разнообразный набор того, что предлагается молодежи. Какая-то такая параллельная реальность. Сколько молодых жителей Красногвардейского района принимает участие в работе вашего клуба в центрах? Если говорить о тех, которых постоянно занимаются, это порядка 6 тысяч, постоянно занимающихся, посещающих клубные формирования, кружки, секции, студии и так далее. А если брать статистику охвата ребят мероприятиями, молодых людей, скажем так, то на сегодняшний день мы охватили 29 тысяч человек просто мероприятиями. Это статистика, которую мы, естественно, ведем в течение всего года. У меня складывается ощущение, что практически вся молодежь, которая есть в Красногвардейском районе, она не видит так или иначе задействована в наших мероприятиях, но посещает наши клубы и знает о нас. А вот интересно, а клубов-то и специалистов, которые работают в этих клубах, их вообще хватает на всех? На всех желающих? Не бывает предела совершенства. Сколько клубов, да? 18 взрослых молодежных клубов и дом молодежи в нашем районе. То есть центр объединяет просто географически в разных местах, частях района находящиеся клубы? Да, по всему району. И сколько направлений вашей работы? Какие основные направления работы? И самые популярные? Направлений на самом деле у нас порядка 20 с лишним. Если мы говорим о самых популярных, то это, конечно, направления спортивного плана, всевозможного, от единоборств до скалодрома, все что угодно. И плюс направления разноплановые, это и театральные студии, это и медианаправления современной технологии, это робототехника, это занятия танцами, вокалом, клубы по интересам, клубы молодых семей, то есть все это... Ну вот потребность непосредственно в направлениях, она полностью удовлетворяется вашим клубом или все-таки приходится открывать какие-то новые направления в зависимости от того, что требует молодежь? Ну, скажем так, это не требует, да, а, естественно, в течение времени вносит свои коррективы. Последнее что открывали? Какое направление работы? Аудиовизуальное программирование. Тоже по просьбе молодежи? Это, опять-таки, да, вот в Думе молодежи квадрат, который у нас скрылся совсем недавно, мы открывали новые направления, которые интересны молодежи, которые востребованы. Понятно, что для этого мы проводим и социологические исследования, и опросы молодежи, понятно, что мы учитываем, да, и, скажем так, существуем и действуем в интересах молодежи в первую очередь. Ну, мы, конечно, немножко подготовились к интервью, не будем делать вид, что мы совсем об этом не знали. Давайте прямо сейчас посмотрим сюжет, который наш корреспондент Светлана Скультина снимала во время открытия Дома молодежи квадрат, куда, кстати, приехал, на открытие приехал вице-губернатор Александр Ковырунов. Смотрим. Гордость квадрата – два спортивных зала. Они оснащены новейшими силовыми и кардиотренажерами. Похудеть и потянуть свою фигуру ежедневно сюда приходят около сотни человек. А этот тренажер встретишь далеко не в каждом фитнес-зале. Его уникальность в том, что на нем можно качать абсолютно все группы мышц. Например, достаточно начать с простых приседаний, можно выполнить выпады или просто отжиматься. Но на самом деле это очень тяжело, потому что все происходит на весу, а всего же на этом тренажере можно выполнить около тысячи упражнений. То есть уже создается программа, и по программе уже он прошел, да? Да, то есть вот у него движение влево-вправо, вверх-вниз. А это уже клуб любителей технологий. В нем собраны новейшие и уникальные 3D-принтеры и станки. Например, этот фрезерный станок умеет вырезать из дерева трехмерные рельефы. Такого аппарата в других молодежных центрах нет. Как нет и такого разнообразия направлений, здесь работает фотостудия, клуб робототехники, открыты курсы для специалистов по маркетингу в соцсетях и любителей визуального программирования. Как говорят педагоги, всего за полтора месяца обучения их ученики уже создают модели виртуального мира. В одном из них, а именно в городе будущего, побывал и вице-губернатор. Я вот вижу там босые ноги, вижу великолепную собаку Дога, и, конечно, очень красиво вот эти конструкции вокруг. И летающие рыбы – это вообще изобидительно. Все эти курсы, мастер-классы, тренажерные залы работают бесплатно. Однако воспользоваться услугами Дома молодежи могут только молодые люди до 30 лет. К слову, новый объект начал работать в тестовом режиме еще с осени прошлого года. И сегодня его посещают почти две тысячи школьников и студентов. Как отметил глава районной администрации, чтобы на новой площадке не стало тесно, в этом и следующем году переоснастят еще четыре молодежных центра. Давайте еще раз, это очень важный момент. Вот все, что предлагается, и в Доме молодежи «Квадрат», то, что мы видели, и вообще в ПМЦ «Охта», это бесплатно? Да, это бесплатно. Для категории молодых людей 14-30 лет это бесплатно. А 14-30 это то, чем мы положены заниматься, я так понимаю, по городскому молодежному центру, клубу и так далее? Да, это наша категория населения, с которой мы работаем. У меня возникает вопрос, когда человеку 14 лет, это один возраст, одни потребности, одни интересы. 30 лет — совсем другие. Как вы их ухитряетесь совмещать совершенно разные возрастные группы? Мы предлагаем им те, скажем так, услуги, которые им интересны для их возраста, учитывая специфику их возраста. Понятно, что 14-15-летние ребята будут приходить в кружки, заниматься вокалом, танцами, спортом, чем они привыкли заниматься в более раннем возрасте. Для студенческой молодежи это всевозможные студии, мастер-классы, дебаты, всевозможные диспуты, круглые столы, встречи с интересными людьми, творческие какие-то мастерские. Для более старшего возраста это клубы молодых семей, это опять-таки занятия спортом, но уже в направлении для более старшего возраста. То есть мы предлагаем им именно те услуги, которые интересны их возрасту и интересны в том формате, в котором им удобно их посещать. Елена Сергеевна, а почему такое ограничение 14-30 лет? Это как раз исполнение того закона молодежи? Конечно, это возраст молодежи. А вот те, кто хочет прийти до 14 лет, они на каких условиях будут приходить? Ну, это у нас есть от направления платного занятия, они могут посещать, в общем-то, но для этого существуют параллели. Также дополнительное образование, где они посещают такие же кружки и секции по своему возрасту. Направления все те же будут, только уже? Нет, ну не все те же, это уже вопрос, наверное, к образованию, поэтому то, что есть у них, то, что предлагается молодым людям в стенах школ. То есть у вас не образование, даже не дополнительное образование, то есть по идее те, кто у вас работают, это и не педагоги, это немножко другое направление деятельности. Это специалисты по работе с молодежью, в первую очередь, которые, естественно, занимаются с молодежью по тем направлениям, которые, в рамках которых написаны их проекты и программы. Вот мне интересно, например, у вас есть клубы для изучающих иностранный язык, да, но я понимаю, когда ты приходишь учиться иностранному языку, тебя учат, как произносить слова, как их заучивать и так далее, разговаривать. А чем занимаются тогда в клубах? Это клубы общения, в первую очередь, когда ребята имеют возможность испробовать свои навыки, это как раз-таки тот формат, когда они не боятся показать, сделать ошибку, они не боятся показать свои способности и возможности, а они просто приходят поговорить. Как раз этого очень не хватает для тех, кто учит действительно язык. Но при этом есть кто-то, кто все-таки является здесь мастером. Конечно, специалист, который координирует в любом случае работу данного клуба по интересам. Нет, я еще раз упомяну, не устаю напоминать, что это бесплатно. Да. Что немаловажно. И, в принципе, если старше 30 кто-то придет, отсеиваете, не разрешаете. Они к нам не могут прийти, к сожалению. Нет, прийти-то они, наверное, могут, но вы... Но они не могут посещать наше занятие. Изважно ли здесь то, что у нас по старинке называется пропиской, да, то есть я обязательно должен жить на Охте, на Ржевке Пороховых, то есть в Красногвардейском районе или как? Ну, в любом случае, это, конечно, в первую очередь, это ребята, которые проживают в общежитиях ли на территории нашего района. В первую очередь, то есть получается, что языкового района тоже могут прийти к вам. Нет, а какой-то документ надо предъявить, я хочу бесплатно заниматься, неважно, в клубе по изучению иностранного языка или в театральной студии. А вы спрашиваете, так, прописку, пожалуйста, штампик, живу вот на такой-то улице, наш район принимает. Смотрите, наш подростково-молодежный центр, это районные, да, районные учреждения. Такие же центры есть в других районах, но если к нам приходят люди из других районов, значит, им у нас интересно. Самое главное, что вы не откажете и не скажете, идите в свой район, а мы тут только для своих. Надо, Наташа, надо сразу оговориться, что все-таки в каждом районе Петербурга на сегодня созданы аналогичные подростково-молодежные центры, и, в принципе, можно найти себе занятия в аналогичном учреждении в своем районе, ближе к месту жизни. Есть какие-нибудь направления в вашем районе, такие ваши фишечки, которых нет в других районах? Ну, вот по мнению молодежи у нас замечательный скалодром, я понимаю, что они есть в других районах, но такого уровня, надеюсь, нет. То есть можно похвастаться, а где находится? Это клуб «Метеор» Тухачевского 41, это в нашем районе один из больших спортивных клубов, направления спортивного, скажем так, превалирующего. Что еще есть как фишка? Это театральный клуб, да, это клуб «Современника», который также находится в нашем районе. Это маленькое камерное, скажем так, помещение, где ребята реализуют проект в театральной мастерской. Это уникальная, скажем так, с моей точки зрения, особенность. Это информационно-коммуникационный центр. Мне вот интересно, если у вас такой шикарный скалодром, например, вы его привели, надо записываться туда нужно за пару месяцев до, чтобы попасть и полазать. Тем более бесплатно. Да, опять-таки, вот данный клуб работает 7 дней в неделю, поэтому так или иначе попасть к одному или другому специалисту вполне реально. Поэтому ребята приходят, ребята записываются, оформляют все медицинские документы, потому что это требование, да, существует к этому, что они не могут заниматься просто так, естественно. По здоровью это допустимо и разрешается, и приходят на клуб. Вы сказали про уникальные театральные мастерские, а что интересно в них, что уникально? Скажем так, это та площадка, на которой ребята пробуют свои силы, так же, как и в других районах, я думаю, тоже уверена, что это есть. Но, тем не менее, это то пространство, которое создано руками самих ребят. То есть они так себе представили свое театральное пространство, я не могу назвать это театром. Это именно то место, когда они приходят реализовать свои возможности, и такой симбиоз произошел и театральной студии, и творческой мастерской, и поэтической мастерской, где они создают свои произведения, в общем-то, и потом представляют их уже на суд зрителя. Это и студия гитары, и все вместе, это некий уникальный проект, где ребята занимаются созданием единого продукта, скажем так, который они предлагают. Мы сейчас с вами посмотрим еще один сюжет. Я так понимаю, что набирает популярность под забытое, казалось бы, увлечение наших родителей, пап и мам, которое всегда традиционно называлось в 70-е годы квартирниками. И вот на базе молодежных клубов, подростковых молодежных центров, это сегодня начинает обретать новую жизнь. Мы сейчас отправимся с вами в Афрунзенский район, а потом обсудим. В советское время квартирники были у всех на слуху. Горожане мечтали попасть на домашние выступления Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Бориса Гребенчакова, Юрия Шевчука и других исполнителей. В наше время такие концерты проводят намного реже. И уже не в квартирах, а в любых нежилых помещениях. Сейчас это, наоборот, такая общая тенденция, что это так называется, потому что это играется без подключения, на табуреточке, без микрофонов, без всего. То есть вот живой звук, абсолютно чистый, как это дома делают все музыканты. Идея провести квартирник пришла специалистам клуба имени Александра Клубова во время районной недели русской культуры. Ее неотъемлемой частью педагоги считают ленинградский рок. Такой музыкой до сих пор увлекаются тысячи, если не десятки тысяч молодых петербуржцев. Правда, не все могут попасть на концерт к любимому исполнителю, и тем более пообщаться с ним лично. В военно-патриотическом клубе на Боровой решили совместить приятное с полезным – музыку и воспитание. Место подходящее. Сюда приходят дети из группы Риска, как говорят специалисты. По-простому – трудные подростки, совершившие преступления, обучающиеся в коррекционных школах или просто из неблагополучных семей. Мы хотим их какой-то агрессии, их жизненные ситуации трудные, найти выход иной. И рок-музыка, в принципе, ленинградская рок-музыка традиционная является неким конструктивным путем выражения агрессии. Поэтому мы пригласили сегодня артистов для того, чтобы научить ребят, как можно самореализоваться без насилия, без агрессии, без правонарушений и каких-либо социальных действий. Песни собственного сочинения о добре, лете и ангелов для подростков поет петербургский музыкант Вероника ВВС. Свою программу девушка назвала «Теплые песни». Неспешные мелодии и полные философского смысла тексты созданы не для большой сцены, а для посиделок в кругу близких людей. Домашней атмосферой и отличаются современные квартирники от выступлений в больших аудиториях. Исполнители сидят рядом со слушателями, обсуждают последние новости из жизни города, пьют чай, размышляют о высоком. Ленинградские нежилые квартиры, квартирники, это все такое, ну, мне кажется, настоящее оттуда и есть. То есть там раздолбанные полы, обшарпанные стены, там висящие лампочки на проводочке. Это вот как раз и есть то самое такое ленинградское квартирное. А для создания именно настроения, атмосферы, на мой взгляд, вообще неважное помещение, можно на улице сделать все, что угодно, и это будет интересно. Первый квартирник прошел на отлично. Довольны остались и слушатели, и музыкант. Специалисты клуба на Боровой 48 хотят сделать такие концерты регулярными. И надеются, что в гости к ним петербургские рок-исполнители будут приходить часто и с удовольствием. Как много интересного. Я как раз хотел сказать, что вот оно при общении к русской культуре, когда с Высоцкого начали, и, в общем, понятно, что там исполняют песни, такой классики авторской, авторской песни, наверное, да? А с другой стороны, вот вариант работы с трудными подростками. Вы участвуете? У вас есть подобного рода? Конечно, конечно, у нас есть. У нас есть клуб, который, скажем так, у него профильно, да, скажем так, занимается квартирниками и устраивает их. Кроме этого, у нас по ряду клубов проходят такие встречи, такие вечера. И в этом году, как я уже, мы говорили в начале о том, что мы выходим в парки, в этом году мы выходим в парки, в том числе и с квартирниками. Пользуются успехом такие мероприятия? Конечно, конечно. Молодежи это очень нравится, потому что здесь можно просто послушать музыку, здесь можно исполнить песню под гитару, здесь можно исполнить свою песню, которую ты вот написал и готовы ее представить зрителям. Поэтому, конечно, да. Хотелось бы избежать только одной ассоциации, как-то в нашем представлении таком стереотипном. Если квартирник где поет, то там вообще и выпивает. Наверное, с алкоголем вряд ли вы проводите подобного мероприятия. Нет, это не наш формат однозначно. Это именно те встречи, когда в такие мероприятия, наверное, больше всего вкладывается душа специалиста. Когда он не просто проводит мероприятия, направленные на ту или иную тему, а когда он раскрывает себя, раскрывает свой внутренний мир, сподвигая тем самым ребят сделать то же самое. И поэтому формат такие встречи, он наиболее добр, наиболее интересен. То есть название осталось то же, но смысл, в общем-то, поменялся. Ну, в общем-то, наверное, в течение времени, да. Углубился, я бы сказал. Продолжим этот разговор. Еще один выпуск новостей городских районов ждет нас прямо сейчас, затем вернемся в студию. Дворы Калининского района вышли в сеть. Народные эксперты проверяют работу коммунальщиков в рамках акции «Спасибо дворнику». Меня зовут Антон, я сегодня не один. Со мной еще одна камера, еще один микрофон и двое ребят, которые расскажут всему Калининскому району, чем мы тут сегодня с вами занимаемся. Администратор группы «Наш дом гражданка» Антон Шальков ведет свой блог уже три года, а с недавних пор стал стримером. Все, что снимает на гаджет, онлайн транслирует в сеть, попутно отвечая на комментарии, вопросы и предложения гостей паблика. Герои любительских репортажей – дворы Калининского района. Самое, что меня удивляет, почему наши местные жители на это вообще внимания не обращают. То есть они ходят и как бы считают, что лужа, она здесь должна быть, мы ее уже знаем, как ее зовут, там, дни рождения ее справляем всем двором. Ну, по-моему, мнению, так быть не должно. Среди завсегдатаев блога есть и чиновники, которые пригласили Антона в экспертную группу акции «Спасибо дворнику». Напомним, суть ее заключается не только в том, чтобы выбрать лучшего дворника района, но и отметить болевые точки. И стримы Антона – один из способов достичь этой цели. Мне скидывают адреса дворов. А придите, пожалуйста, сюда, вот здесь снимите, а здесь жалобы напишите. Ребята, мы вам показываем, как это можно сделать своими силами, а не для того, чтобы там Тимур и его команда в лице админов группы ходят и начинают там заставлять всех работать. В целом ситуацию во дворах Антон критической не считает. Всех жителей при обнаружении проблем призывает не сидеть сложа руки, а обращаться в гужа района. По ряду адресов проблему уже удалось решить, а что до лучшего дворника, его выберут 1 июля, на дне рождения района. Петербуржцам покажут средства пропаганды 1917 года. Выставку «Агит плакатов эпохи революции и Первой мировой войны» открыли в Музее хлеба. На музейных стендах 33 плаката, выпущенные с 1914 по 1917 годы. Век назад такие можно было увидеть на улицах Москвы и Петрограда. Стилизованные образы призывают сражаться до победного конца, не падать духом и покупать облигации военного займа. Рядом Наполеон напоминает императорам Вильгельму II и Францию Осифу о печальной судьбе всех покорителей Европы. К созданию таких плакатов порой привлекали известных мастеров. Например, эта работа выполнена Борисом Кустудиевым. Вот это время оглянуться, посмотреть на него, вспомнить, воздать дань уважения павшим героям, ну и проанализировать то, что было тогда и посмотреть, каким образом, чем тогда люди жили. Все плакаты подлинные, хранятся они в фондах Мемориального музея Суворова. Это лишь небольшая часть коллекции, всего их порядка 300. Кроме того, на выставке представили предметы фронтового быта времен Первой мировой войны. Чайник, фляга, походная вилка, нож. Эти вещи хранят сотрудники музея хлеба. Экспозиция будет представлена здесь до середины июля. На сегодня это все новости. У нас остается 2-3 минуты, чтобы завершить разговор. Елена Сергеевна, ну вот про проект «Интересное лето» мы с него, собственно, начали, проанонсировали. Он продолжается. Что еще интересного будет этим летом в ПМЦ Вахта? Вы знаете, наверное, одно из самых ярких мероприятий подростково-молодежного центра – это мероприятие, посвященное Дню молодежи. 25 июня на территории, скажем так, Дом молодежи «Квадрат», на территории парка, на территории вокруг Дом молодежи пройдет целый праздничный день. Начиная с 11 часов, молодые люди могут окунуться в атмосферу всевозможных направлений, которые им интересны, или которые они хотят, с которыми я хочу познакомиться. Можно прийти и посмотреть, чем занимаются, такой день открытых дверей, показательные выступления. Можно поучаствовать в мастер-классах, попробовать свои силы в том или ином варианте. Можно принять участие в соревнованиях по стритболу. Можно посмотреть выставку того же военно-патриотического направления. Можно примерить костюмы исторического направления и сфотографироваться. А вот интересно, допустим, если молодому человеку или девушке 25 лет, я думаю, что она и одна может прийти, да? А если родители приведут 14-летнего своего подростка, им-то чем заняться будет, пока ребенок будет там развлекаться? Я думаю, им будет интересно то, чем увлекается их ребенок. Но они будут стоять в стороне и просто смотреть, или тоже смогут себя занять чем-то. Им будет интересно узнать, чем их 14-летний подросток сможет заняться, начиная с сентября, абсолютно бесплатно, рядом с домом. Не только с сентября, мы продолжаем работать в течение всего года, поэтому заниматься он может совершенно в любое время, когда ему это благорассудится в рамках работы наших клубов. В общем, всех приглашаем на День молодежи, Потрасково-молодежный центр Охта. И вам спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам и рассказали о своей работе. Мы напомним телезрителям, что сегодня гостем программы «Район и квартал» была Елена Берковченко, заместитель директора подросткового молодежного центра Охта. Елена Сергеевна, удачи вам, спасибо большое и до свидания. Спасибо, всего доброго. Товаров много, но как купить качественный? Петербургская марка качества – новый уровень безопасности для потребителя и знак престижа для изготовителя. Товары с такой маркировкой регулярно проходят контроль качества, поэтому они полностью безопасны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова